А вот эта попытка девальвировать этот взвод в прессе заявления, то уже после того, как выиграли, скажут, да мы и не хотели. Это кто сказал? Ну, вы. Все, кто проиграл, вам все говорят. Все, кто проиграл, правда. Это клемма лозунга. Я отвечу немножко по-другому. ЦСКА и тренингский штаб, я думаю, и сами ребята, и менеджмент никогда бы так не ответил. Мы реально были бы рады за своих конкурентов. Они поздравили ЦСКА. Ну, они поздравили, а потом сказали что-то еще. Будем так говорить. С нашей стороны, тем более у нас такой новый коллектив, реально, в прямом смысле этого слова, и тренингский штаб, и команда, мы бы, конечно, так не отреагировали. Потому что мы бы отреагировали реально, но по факту, и на этом бы переключились на свою работу. Церемонию в мае будете устраивать по золоту? Или будете церемонии отдельно по золоту? Знаете, я даже не знаю, какие сейчас, какие моменты в этом плане можно отработать, но мы бы хотели, конечно, устроить, наверное, праздник. Конечно. И нисколько, может быть, для нас, ну, для болельщиков. Они этого заслужили, и это огромный факт, и я очень рад тому факту, что ребята вышли к ним, их поздравили, и с ним кричалки какие-то покричали. Это было, ну, как бы здорово. Это то уважение, которое, я считаю, в принципе, каждый хоккеист, кто играет в КХЛ, должен оказывать своим, так сказать. Сейчас на следующий год вернется опять эта система по чемпионам, по 9, и дискуссия тем не менее продолжается. Вы как считаете? Ну, все 28 клубов подписали, что чемпион будет апелляться по Кубам Гаганя. Хотя, опять же, есть вопросы. Опять же, есть вопросы в моем опыте персональном, очень такое мое субъективное мнение. В Национальной хоккейной лиге в Северной Америке есть главный чемпионат, есть конференции, есть плей-офф, есть Кубок Стэнли, у нас есть Кубок Гаганя. Это все надо правильно просто оформить в глобальную систему, ну, может быть, как подход плей-офф, да, последние, там, несколько, 10-15 долларов, команда готовится к первому раунду плей-офф. После первого раунда команда готовится к финалу конференции и потом уже Кубок Гаганя. Там это все правильно и понятно, да, и четко для коллегчиков, для прессы, для всех. У нас, так как в связи с принятием каждый год каких-то новых решений, не только даже по этому, вот именно руководству, как чего-то выигрывает, их просто много решений, нельзя как-то шутаться, меняться, каждый год что-то новое. Надо это продумать, наверное, как-то обыграть и не надо на одном правлении, допустим, это решать. Мое, это такое понимание, уже третий год непонятно, что неплохие были мысли, реально неплохие, зачем их менять. Дву года чему-то, кому-то, кто ничего не понимает, начинают догадываться и, конечно, репутация там страдает людей, которые даже не причастны к этому процессу. Поэтому, ну, вот так пока решили на следующий год немножко поменять этот формат. Хотя, я считаю, гладкий чемпионат тоже важен. Это и есть подготовка playoff, и есть становление, допустим, в нашем случае новой команды, где у нас было 16 человек до декабря и после дедлайна у нас еще 3 добавилось, да? Я так понимаю, практически новая команда. Не 82 игрока, ребята, 60, да? 60 игр и 4 таких больших брейка на Евро-тур. Сложный сезон, очень сложный сезон, 4 предсезонки, можно так сказать. А брейка не было 4, да? Там было только на Клокерах. Ну, в этом году, ну, в последние 3 года, если брать так, главное, то для игроков очень сложно вдруг нарастить вот эти мышцы для льда и вдруг перейти и тебе дают штангу, там, поднимая. Это вообще другая составляющая. Поэтому, я думаю, надо перерывы делать на Евро-туре. Если мы уже затронули персонали, да, поговорили о Прохоркине, да, не можем не упомянуть и, как бы, одного из самых, если не самого главного игрока у вас, лидера Александра Радулова, вот, определите, как бы, что вот он сейчас для ЦСКА, вот, как, можно сказать, были ли какие-то, может быть, сомнения в том, что новому главному тренеру начали удастся найти с ним общий язык, в том, что, в общем, вы говорили о системе, да, о том, что там, толкать в систему, да, но тут явно, игрок явно не системный. Или все-таки он способен быть и системным? Нет, я думаю, Саша, системный игрок, он повзрослел, ему достаточно лет и опыта, и он давно в этой лиге, и он и прошлогоднюю систему четко выполнял, потому что без системы он бы, наверное, не набрал бы тех, допустим, дивидендов, очков, голов и в прошлом, и в этом сезоне, особенно в этом, если бы он не был системным игроком. Да, есть определенные эмоции, определенные трения, поначалу все друг к другу притирались, и поэтому я очень, как бы, рад, что получилась вот эта притирка, мы ее малой кровью, как бы, прошли, как тренер, как тренерского штаба к игрокам, как игроков к тренерскому штабу, ну, менеджмент где-то там рядом, как бы, пытался, какие-то углы все-таки сделать не такими острыми, вот, почему, потому что все-таки это командный вид спорта, и мы решали реально очень много проблем по персонали, разные люди все, даже вот здесь мы сидим в одном кабинете, но мы все разные, вот, поэтому Саша должен это перенести дальше, на вторую, так сказать, стадию чемпионата, и продолжать играть так же ярко, как он играл, невзирая ни на что, пора, пора уже, пора. Ну, вот, на самом деле, как бы, опять-таки, выяснялось по ходу чемпионата, да, что в некоторых, даже в большинстве случаев, где он возмущался, да, он был прав, возмущаясь, там, не какими-то решениями судей, да, вот, и, да, лига потом признавала правоту, вот, вот, вот об этом, вот, может быть, что-то, действительно, как-то с судейством, может быть, что-то не так? Да, вы знаете, с начала сезона это можно декларировать, ну, были очень странные удаления, как бы, да. На бенде играли, вообще, в начале сезона. Ну, но, самое главное, моя мысль, наверное, будет заключаться в том, что все-таки люди, которые за это отвечали, даже при старом руководстве, они смогли найти диалог, это первое, а это очень сложно. Всем нам сложно, наверное, признавать, чисто по себе, свои ошибки, но в этом и состоит прогресс. И они признали определенные моменты, где они упустили, не доработали, или не было формата шаблона, чтобы их не допускать. Ну, и вторая вещь, наверное, самая глубокая, при новом руководстве, когда, ну, практически, какое-то давление, может, даже такое легкое лоббирование ушло. Понятно стало, что квалификация многих судей и судейского корпуса не на должном уровне, потому что хоккей очень, очень быстрый для, именно для наших судей. Если мы учтем нашу предсезонку, как команды, учтем судейскую предсезонку, вы считаете, они собрались, ну, как мы, поговорить, чеку-то. Поэтому в этом плане тоже будут сделаны определенные выводы, как члены правления, я это понимаю теперь. Поэтому надо дать должное новому руководству лиги, что оно взяло быка за рога и без резких движений адресовало все вот эти моменты. И судейский корпус во главе Александра Полякова, и за это ему, конечно, огромное, просто человеческое спасибо, не закрылся, а реально вышел на диалог с теми профессионалами, допустим, менеджерами всех клубов. Потому что раньше просто не писали, не писали свои, не жалобы, это такое неправильное слово, а просто претензии по судейству. Просто не писали, потому что понимали, что ничего не будет сделано по каким-то причинам, это другой разговор, не хочу вдаваться, просто была другая, так сказать, работа. Сейчас совершенно другой, на мой взгляд, калинкор и уклон. Сейчас можно призвать всех нормальных людей, менеджеров, хозяев клубов, всех людей, которые понимают в этом деле, реально объединиться в каком формате, чтобы все наоборот стали и открыли вот эти, так сказать, ворота диалога с судейским корпусом. Тем более при назначении нового, главного суда здесь. Не буду даже по фамилиям говорить, потому что для меня важна тенденция. Если она правильная, она всегда даст плоды. Если не даст, руководство лиги четко понимает, будут опять какие-то, наверное, перемены возможные. Это самое главное. Нет, Сергей, тут речь вот о чем. Должен ли вот ведущий игрок, такой лидер, такая заметная фигура, как Радунов, ну или может быть капитан, как он видит, что ошибка произошла. Должен ли он создавать прецедент? Вот это вот спорить с судьями, рискуя удалиться. Я считаю, что не должен. Но при этом он привлекает внимание как раз. Нет, он может, имея букву Кейли, он может поинтересоваться. Эмоции, конечно, вы представляете, какая нагрузка на трех человек в судейском корпусе. Просто поинтересоваться он не может. Просто он не может. Но мы это все знаем, и кто-то приветствует это, кто-то не приветствует это. Но я считаю, Саше всегда эмоции нужны для другого. Но тем не менее, это такой человек, такой игрок. Нет, но за другой стороны, это вскрытие недостатков. Он привлекает действительно к этому проблеме. Не только там судей, не только клуб, вся страна. Но многие люди не понимают, прав он в данный момент или не прав. А потом Дика рассматривает. И Дика потом говорит, вот оказывается, они не пишут, что Радолов был прав. Но вот судьи были неправы. Это правильно они делали. Потому что судьи тоже должны быть ответственны и понимать свою ответственность. Дима правильно говорит, я покажу потом. Так я в этом и говорю, что вскрылась сразу разная компетентность судей. И профессиональные судьи сразу. Решение приняли, а потом вы давайте. Все, матч не переигрывается. А в советской лиге был человек аналогичный у Радоэморса? В советской? Нет. Вообще можно было такие эмоции проявлять? Это было не совсем. Но в Советском Союзе вы знаете, некорректно. Помните, когда даже встречи с канадцами, с профессионалами. Борис Александрович так. В Броспуте? На Майорах нет. Ты знаешь, что такое? На Майорах? На Майорах. В фудшепт. В фудшепт. Вот. Из тех, кто играл в гости. Я думаю, таких эмоций не было. Все-таки люди советского, так сказать, поколения были сдержаны и доказывали чем-то другим. Ну, у нас другие, так сказать, реалии, и это понятно. А в Ихалове было нормальным? Нет, таких не было. Хотя в данные последние 10-15 лет это все больше проявляется со стороны игроков. А, и третий вопрос по судейству. Конечно же, новая руководство лиги, тоже большое спасибо, объяснила судейскому фоксу, что они должны идти в команды, идти к игрокам и объяснять трактовку. Реально начинать от печки и объяснять каждое удаление трактовку. Как судьи это видят? Команды, игроки это понимают, они тоже начинают по-другому играть. Это тоже очень кропотливая и тяжелая работа. Например, у Ихалове есть 4 собрания с судьями, у команды. Да, никому это не нужно, тяжело и все такое прочее. Но тем не менее, когда ты на третьем-четвертом собрании, у тебя осталось полмесяца подготовиться к плей-оффу, люди слушают. Если они не слушают, они удаляются в плей-оффе. То есть идет взаимосвязь. Мы вам сказали, предупрежден, вооружен. А вы не послушали? Какие претензии? Какие претензии? И вот эта такая тенденция, она правильная, она открывает и убирает вот это все, маленькое копирование там, вот это все. И реально, судьи наши становятся профессионалами, и вы понимаете, что концового чемпионата судят хорошо. Все-то, по-моему, нормально все-таки, да? Ну вот, ЦСКА не получил ни одного, допустим, удаления. Вопросов нет. Локомотив получил там 3 удаления. Большинство, в смысле? Большинство нет. А, в этом-то? Вчера. И не об этом речь идет, чтобы получить удаление от судей. Было ли удаление? Нет. Нет. Речь идет глобально о судействе. Я не знаю, может быть, не все, нашу точку зрения, но мы всегда придерживались, ну, клуб ЦСКА, такой простой теории. Судите правильно, как вы считаете нужным. Не надо нам подслуживать точно. Ну, повышайте, да, квалификацию. Да, повышайте свою квалификацию. Мы готовы работать с судейским корпусом. Мы прошли через череду, особенно в прошлом плоте, через череду очень серьезных ошибок, когда решались матчи. А потом серия для нас, к сожалению. Не буду говорить, какие там моменты были. Но мы это как бы приняли и, к сожалению, решили готовиться просто по-другому, в плане, как мы играем в эту игру. Сергей Викторович, просто частный вопрос, мне интересно. Знаете, такой был момент Скудера, там, возмутился, что ему забили гол, после того, как судьи не заметили аутсайд, но после этого отыграли секунд 30. Как вы считаете, мне кажется, это уже перебор тренерский. То есть, не дали аутсайд, ты сразу кричал, а он играли 30 секунд в зоне, ну, понял, где эта ситуация. Мы когда с ними играли, да? Мы когда с ними играли или нет? Может быть, это такое было? Ну, я считаю, в этой эмоции это нормально. Но потом Лига рассматривает это все в официальном порядке, и все формальности соблюдены, вплоть до уважения момента. Но, к сожалению, о чем мы сейчас и говорим, результат матча он уже невозвратим. Поэтому все вот эти моменты диалога, принятие новых, так сказать, решений определенных, значений главного судьи, и все это, это формат открытого диалога, где и та сторона должна учиться, и та сторона должна повышать квалификацию. Ну, а в плане возмущения, ну, это ошибка. Ну, не без ошибок. Игроки ошибаются, ошибаются. А судей всего там двое или там четверо, если брать всю бригаду. Они тоже ошибаются. Правильно. То есть, они поняли у вас ошибка. Ну, какие-то были попытки этим заниматься, но глобальные шаблонно, знали тенденции, чтобы в КХЛ были сейчас судьи. У нас персоналы тут недавно появились, они же были еще работы делали. В других работах. Поэтому мы пожинаем немножко вот плоды вот такого несистемного, так сказать, образования и подготовки судей. Но, тем не менее, это понятно сейчас новому руководству лиги, и оно предпринимает первые, но важные шаги в плане выстраивания системы, где мы реально будем самой лучшей в лиге в мире. Вопрос, опять же, болельщики много спрашивают об этом, пишут об этом. По-моему, в День чемпионства были несколько событий, связанных с ЦСКА, это метро переименовали от ЦСКА, улиц Тихно появилось, стадион Тарасов, Мегаспорт переименовали, и в эти же дни Собянин утвердил землю, да, стадион вашего. Можете, опять же, этот вопрос может не совсем прямой именно к вам, но ту информацию, которая у вас есть, как-то похвастаться и поделиться, что мы увидим. Через 3-5 лет, да, так понимаю, 20 тысяч. Ну, в вас, кстати, вот просто я с вами так же понадеюсь, что мы увидим новый стадион ЦСКА. Потому что команда выигрывает, и народу все больше и больше хочется ходить, а уже он тесный, 5600. Очень тесный, очень неудобный. Даже въезд на нашу территорию неудобный. К сожалению, много не испытываем проблем. Но это нужно современный, говорит, что это, конечно. Совершенно верно, с вами не соглашусь, руководство это понимает, и наши ветераны понимают, и менеджмент клуба ЦСКА понимают. Мы, в общем, толкаем. А есть у вас, может, какая-нибудь информация по этому поводу, которую мы не знаем, там еще может по стадиону какие-то... Может, какие-то реальные сроки или проекты, хотя на сроки... Ребята, скажу одно, все готово. А, уже готово все, да. Уже давно было все готово. В смысле, готов проект, да, все, что строить, или как? Ну, вот техническая составляющая, она готова. Вот, просто есть определенные, наверное, моменты. Я, не знаю, не буду отвечать даже, деньги есть, нет, это, как бы, не мог бы, не хотел бы, знаете, как бы подавляться вот каким-то таким выражением, слухом, можно так сказать. Нет, просто все готово. Мы, как бы, свое техническое задание выполнили, если так можно, в частном виде, чтобы команда хотела что-то купить. Ну, а дальше, так сказать, наш уважаемый хозяин компании «Роснет» будет, в общем-то, и была готова построить там новый стадион. Вы свой аргумент своим чемпионством подвинули, да, так, наверное, да. Не было разговора, может быть, там, в следующий сезон, как мы там, не знаю, «Мегаспорт» провести, если бы реконструировать, потому что, действительно, чтобы... Пока строится новый, там, несколько лет пройдет, и все, вот, «Динамо», так понимаю, приезжает на арену «Легенд», если возрождают «Спартак», он будет или «Лужники», или «Мегаспорт», а ЦСКА прямо по соседству, как бы, дворец имени Тарасова, который... Да, его уже все подписано. Да, мы играли в «Мегаспорте», нам нравилось, сейчас бы нам пригодился «Мегаспорт». Но, своими словами, я ни в коем случае не хочу оказать никакого давления на нашего хозяина клуба, понимаете, это неправильно. Все прекрасно понимаем политическую ситуацию, да, все прекрасно понимаем слово «декапитализация», поэтому больше этого ничего не скажу.